Учителя народ кроткий и молчаливый. Говорить о своих проблемах решаются только, когда становится совсем невыносимо. В своей родной 17-й школе эти педагоги чувствуют себя неуверенно, как заговорщики вынуждены собираться в одном из кабинетов и жаловаться на работу директора. Вера Биткина управленцем стала год назад. За это время женщина настроила против себя львиную долю коллектива. Ее упрекают в превышении полномочий. Говорят, что штрафами она запугала всех педагогов. Больше всего свою уязвимость чувствуют учителя младших классов. Система, которая сложилась у нас в школе, она бьет по карману всех учителей. Только мы объединились, мы об этом говорим открыто и хотим решить этот вопрос. Многие учителя среднего звена, они просто или молчат, потому что боятся. Или вы знаете, что уходят. За последние несколько месяцев зарплата учителей в школе уменьшилась в среднем на сумму от 600 до 2000 рублей. Педагогов лишили стимулирующих выплат. Учителя сомневаются в том, что у директора есть достаточная квалификация для такой серьезной работы. В школе множество проблем по хозяйственной части. Если бы я была директором школы, я бы не оставила на время ремонта школу без директора. Не поехала бы в отпуск и не стала бы купаться на море, когда идет активный ремонт школы. И первый раз, и второй раз. Это моя точка зрения как хозяйственника. Хозяйственник должен быть находиться на месте. Она хозяйственник, она руководитель школы. Весь год педагоги пишут жалобы на директора. Обращались в управление образования, департамент, прокуратуру. Ходили к уполномоченному по правам человека и писали самому президенту. В ответ тишина. Не обошлось без кумовства, считают педагоги. Что касается управления образования, то, наверное, здесь проблема в некой связи начальников с директором этой школы. По крайней мере, так учителя предполагают. Здесь, конечно, проблема довольно сложная. В том смысле, что школа организм очень уязвимый. Если начинать вот так вот авантюрно, как с ней поступили, действовать, то восстанавливать работоспособность школы будет вообще очень сложно. И падение результатов ЕГЭ. Показатели по ЕГЭ действительно ухудшились. Причина тут не только в директоре, говорят учителя, но и в общей нервозности в коллективе. Тут не до должностных обязанностей. Когда педагогов подсиживают и внуждают уйти, в школе страшная текучка. Говорят, в государстве нет коррупции. Борьба идет. Это очень обидно. И когда твоя школа действительно падает. В прошлом году нам говорили, да вы что делаете? А дальше-то некуда катиться. Это самый высокий балл, 67% по ЕГЭ набрали у детей. Предыдущего директора, рассказывают, педагоги уволили и за меньшие нарушения. А здесь, что ни день, то патовая ситуация. Чего стоит только учитель физкультуры, нанятый директором. Шли разговоры в школе, что физкультурник действительно иногда приходит в школу в нетрезвом состоянии. И мы сидели в столовой, обедали. Другой учитель физкультуры, она сказала, вы знаете, по-моему, сейчас дети с физкультурником выпивают в малом спортзале. Вышла девочка, которая по ступенчикам стала подниматься в столовую, там они репетировали флешмоб. И она еле до туда шла. Когда я ее уже взяла за руку, она была в хорошем подпитии. И когда я ее отвела директору, первое, что мне сказал директор, звоните родителям, хотя я совершенно не классный руководитель. Я думаю, проблему я не должна была решать, я должна была довести до руководства, что я и сделала. Ну и пришлось ей. В общем, мы там уже обнаружили и виски, и все остальное. Как учить добро детей, недоумевают педагоги, когда они сами давно в справедливость не верят. В прошлом учебном году все документы, которые нам были необходимы, мы у директора получали через письменное уведомление, когда мы писали заявление, указывая там, какие нарушения ей были сделаны, указывая срок, в течение которого она должна была эти документы выдать. Вот таким образом она нам выдавала двух экземпляров. Все это регистрировала в специальном журнале учет и выдавалась учителя. 15 человек подписали заявление в прокуратуру с просьбой инициировать проверку работы всего управления образования. В мэрии о ситуации знают. Педагоги 17-й школы не раз приходили с жалобами. Проверку специалисты провели и наложили на Биткину дисциплинарное взыскание. Мы смотрели и на месте выходили работники управления, и также смотрелись финансовые документы, которые находятся в централизованной бухгалтерии администрации города Иваново. Частично факты подтвердились. Но вот вопрос относительно уменьшения заработной платы, он в принципе был решен в соответствии с нормативными документами. Вопрос о, как вы говорите, увольнении директора в таком случае, конечно, не ставится. Какие обстоятельства должны сложиться, чтобы директор был уволен, чиновники нам не объяснили. Сказали, что ситуацию с нездоровой обстановкой в учебном учреждении держат под контролем. Учителя же теперь опасаются, что после заявления в прокуратуру карательные санкции ждут не только от директора школы, но и от мэрии. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.